О том, какой потенциал разработки и производства этих машин-убийства у оккупантов из Российской Федерации остается, об этом и не только будем говорить с Виктором Югуном, военным и общественным деятелем, генерал-майором запаса Службы безопасности Украины и заместителем председателя СБУ 2014-2015 годов. Виктор Николаевич, приветствую. Доброе утро. Виктор Николаевич, как вы считаете, каков потенциал еще есть у оккупантов относительно производства ракеты, возможно, разработок новых машин-убийства? Ну, с новыми разработками у них, наверное, очень сложно. Мы имеем информацию, и она подтверждается о том, что они, наоборот, пытаются как-то изменить конструкцию тех или других ракет в направлении их модернизировать таким образом, чтобы меньше было деталей и меньше было электроники. То есть они такие будут немножко более слабо оснащенные для того, чтобы увеличить производство. Насчет новых технических разработок, я не верю в такие возможности. Но то, что они могут увеличить производство, и они это пытаются сделать, это однозначно. Как они это будут делать, наверное, единственный метод, который они могут сейчас применить, это метод каких-то там репрессий, увеличения, не знаю, конфискации частной собственности, использования рабочих рук заключенных. То есть именно те методы, которые когда-то в свое время были использованы во время Второй мировой войны, во время Сталина, то есть других методов как-то стимулировать производство у них просто не осталось. А как же комплектующие для ракет? Где они их берут? Ведь те остатки ракет, которые находят наши специалисты, говорят о том, что и среди них есть достаточно свежие экземпляры. Нет, однозначно надо понимать, что запас комплектующих они создали еще давно, наверное, перед началом активных действий, это раз. Во-вторых, надо понимать, что активно работает их разведка и их предприниматели в различных странах, пытаются в какие-то санкции есть серый импорт. То есть это все работает. И именно то, что мы получаем информацию после сбитых ракет, которую передаем нашим партнерам, и помогает выходить на те фирмы, те страны, которые помогают России обходить санкции, на то, чтобы организовать вторичные санкции и прекратить обходить их, закрывать все лазейки. И насколько это эффективно, будем смотреть в будущем. Но пока что, к сожалению, надо констатировать, что Россия все-таки увеличила производство вооружения, в том числе и высокоточного, и использует все лазейки для того, чтобы продолжать в этом ключе работать. Да, в любом случае, подобные действия страны-агрессора Российской Федерации, думаю, ни для кого не стали неожиданностью. Это вполне себе было ожидаемо. С другой стороны, абсолютно неожиданностью, но в данном случае для российских властей и военного командования, армии оккупанта, стали рейды подразделений русского добровольческого корпуса и легиона свободы России в Белгородскую область Российской Федерации. Виктор Николаевич, как вы считаете, как же так? Как так произошло-то? Что случилось? На самом деле, один из элементов проведения этих рейдов и было раскрыть неспособность Российской Федерации обеспечить функционирование приграничных регионов, тыловых регионов в системе военных действий. То есть, фактически, кинут все, что они имеют на фронт, они оголили ту систему безопасности, которую надо было построить в пограничных регионах. И этим рейдом была показана несостоятельность силовых структур Российской Федерации, фактически отсутствие взаимодействия между органами местной власти и правоохранительными органами, отсутствие взаимодействия населения с местным самоуправлением, отсутствие действенных мер со стороны России по прикрытию границы. И все это в комплексе показывает, что, оказывается, то, что мы все и говорили, что король-то, оказывается, голый, нет ничего того, что они там рассказывали. Только представьте себе, что те деньги, которые они вроде как бы списали на прикрытие границы и возведение каких-то там фортизационных сооружений, около 11 миллиардов рублей, они просто были, наверное, украдены. Потому что демонстрация того, как они проходили эти зубья дракона, эти так называемые, либо те рвы, которые они называли засечные рвы, то это все просто анекдоты. То есть фактически деньги были раскалены. И это все паника местного населения, и отсутствие правоохранительных органов, и невозможность организовать оборону границы. И истерика в Москве, где пропагандисты не могли понять, что происходит, около суток. И только через сутки какие-то движения на предмет того, что надо организовать противодействие этому рейду. Все это показывает, что Россия не готова к войне на своей территории. Тем более она не понимает идеологически, как противодействовать не, например, переходу границы украинской армии, а фактически восстанию гражданской войны со стороны своих же граждан. Это все в комплексе подтверждает очень серьезные проблемы внутри российского государства. Как считаете, насколько вот эти все истории с заходом россиян? Опять-таки, да, потому что наша сторона подтверждает, что она не причастна к этой всей истории. То есть там находились люди исключительно с российскими паспортами. Пропаганда уже назвала их предателями Родины. Как вот этот рейд, насколько он может продвинуться? В какие еще области и с какой целью? Вот не только же захват власти, там расшатать, но видно, что никто из гражданских не взял оружие опять-таки и не пошел свергать власть. Насколько это все может продвинуться? Ну, на самом деле, они сами сказали, что они не остановятся на том, что было произведено. Они будут продолжать такие рейды на территории всех пограничных областей России с Украиной. Они будут пытаться поднять население на какое-то там условное восстание. Я не думаю, что Россия имеет силы закрыть всю границу с Украиной, потому что проблема огромнейшая. Если они закроют какой-нибудь участок 100-200 километров, то им надо понимать, что та территория, которая останется где-то там плюс-минус с других сторон, она все равно будет открыта. И возможность заходить в Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую область все равно останется. Это огромная проблема для России и серьезное такое поспорье для нашей армии, потому что отвлечение подразделений из фронта, отвлечение подразделений, которое было подтверждением перекидывания войск с Беларуси российских, с полигонов на границу с Украиной, это все подтверждает, что очень серьезная была воспринята эта угроза сбоку России. И это очень большая помощь армии Украины. Кстати, один из пропагандистов, Корнаухов, не знаю, как его правильно, заявил о том, что из Белгородской области можно создать буферную зону. То есть в Украине у нас не получилось создать эту буферную зону от НАТО, вот теперь она будет в Белгородской области. Насколько в этом есть доля пропаганды и насколько в этом есть доля правды по-вашему? Ну это действительно, ну это стоит задача в первую очередь перед Украиной и перед нашими партнерами, потому что мы не можем постоянно чувствовать опасность со стороны России на границе. Они же не останавливаются, они пытаются обстреливать наши села, причем обстреливать со ствольной артиллерии, а это действительно плюс-минус от 10 до 40 километров. И создание этой буферной зоны, демонектрализированной вокруг нашей границы, это как раз и есть та задача, на которую должна выйти наша армия. И мы должны выйти не просто на границу 1991 года, а именно обеспечить сохранность и спокойствие на этой границе. А демонектрализированная зона для нас это плюс. И то, что сами русские понимают, что они не создали такую буферную зону на территории Украины, то им придется ее создавать теперь на территории России. Это для них естественная такая эволюция. Пускай создают, потому что если они ее не создадут, тогда действительно будет прохождение таких рейдов, то будет заход наших войск, будут какие-то другие меры. По-другому не может быть. Мы не можем постоянно находиться в напряжении. Да, судя по всему, подразделения Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России уже вернулись на украинскую территорию. Я не задаю вопрос относительно тех целей, которые они ставили перед собой. Хочу спросить у вас, как вы считаете, а достигли ли они поставленных перед собой целей? Ну, я думаю, что да. Потому что, несмотря на то, что у них там есть какие-то идентические разногласия между ними и Легионом Свободная Россия, они действительно разные, разные их методики происхождения, политические взгляды. Но они смогли объединиться, смогли продемонстрировать, что в России есть те граждане, которые готовы взять оружие в руки и свергнуть путинский режим. Это то, что с ихней стороны. Демонстрация прошла очень удачно. Несмотря на и потери, и раненых, они даже этого и не скрывали, чтобы действительно были активные боевые действия, и понятно, что были потери. Но они соизмеримы с теми задачами, которые они перед собой ставили. Со стороны Украины это очень удачная вещь для того, чтобы мы могли понять несостоятельность российских оборонительных усилий в глубине своего государства и отвлечения значительных сил с фронта на прикрытие границы. Это все в комплексе говорит про то, что все удалось. Виктор Николаевич, спасибо вам за то, что присоединялись к нашему эфиру. Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запас СБУ, заместитель председателя СБУ 2014-2015 годов. Спасибо большое. Спасибо за просмотр!